Всем привет на канале Дендробена из Сталинграда. Как всегда, коротенькое видео. Как его назвать? Сейчас придумаю. Рекордный рост червя. Много разговоров о том, что червячок растет первые 4 месяца. Активный рост червя. Первые 4 месяца. В это время и можно удержать при большой плосности и что-то с ним лепить. Вообще червячок Дендробена растет 6-7 месяцев. Потом уже просто тупо набирает массу. Жиреет, толстеет, как хочешь назови. Почему и выборка маточника, и маточного червя, и выгон червя. Надо делать на границе 4 месяцев. Сделал я маленький эксперимент. Сделал его для себя, но решил поделиться. Вот здесь, в этих ящиках, вот один и вот второй. Короче, взял я свой ящик. Нет, нет, вот этот и вот у меня он, миленькая. Тут не видно. Вот этот ящик я взял. Заселил 1100 коконов, как обычно делаете вы все. Заселил 1000 коконов, потом тупо поделил пополам и как бы надвое заселил. Примерно я написал по 600 штук. И со всем ювенилов я их все-таки ухитрился выбрать и завесить. И уже, когда уже сажал в свежие 10 литров субстрата. Вот получается, это было 17 коконы от 17-го, 11-го. Вот эти вот коконы. Это ноябрь, половина ноября. Декабрь, еще половина февраля нет. Полтора месяца как минимум возьмем на выход. За, да, полтора, да? Ну, до полтора. До полтора. Ну, да, и остается месяц, полтора также. Сегодня у нас... Какое сегодня у нас? Седьмое февраля. Седьмое февраля. Ну и полтора не прошло, да? Короче, можно ли за месяц, получается, можно выгнать червячка до товарного? Очень связано вот этот вот эксперимент, когда я начал вот ту эпопею о белках, обо всем на свете. И вот тогда была задумка сделать... Кормил я его уже кормом, который я постарался сбалансировать. Кормил комплексно получилось, да? Если я в ряды... Да, и комбикормом, и отрубями. И сухими отрубями, короче, ничего он такого конкретного, суперного не знал. Заселил по 78 грамм в эти два ящика. Совсем ювенилов. По 78 грамм совсем ювенилов. Вот он червячок. Это месяц прошел. Как в момент заселения 0,1, да? 0,13 примерно было. 0,13 весил один червячок. Вот было 78 грамм. Вот в этой коробке, к примеру. 348. А отними... 340. 345, нет? Ну пусть, да, мусор. 340. 78 грамм мы получили. Да то же самое, там чуть побольше. Получилось. Рост червячка за месяц в 4 с лишним раза. Да, мы все знаем, ну что он растет, самый активный. Еще у него месяц есть на полтора, два даже месяца на активный рост. Ноябрь, да? Декабрь, январь, февраль. Да, месяц. Но это я беру с момента заселения коконов, не с момента полного выхода, 4 месяца. Значит, у него еще есть месяц, полтора на активный рост. Сейчас я вот заселю его и посмотрим, какой. Были 0,13. Я не буду взвешивать каждого червячка, будет видно. Но это опять же, вот он, корм, вот она, плотность, вовремя расселенный червячок. Вот он, малечек, он подходит к товарному. Но уже далеко не малечек. Так что, корм, ну мне кажется, огромную роль. Да, играет и субстрат. Безусловно, играет. О чем тут говорить? Ну, тут вот уже полувозрелый есть. Безусловно, играет. Он уже, вот он, полувозрелый, вот полувозрелый. Он уже практически товарный червь. Вот что я и хотел сказать. Рекордный рост червячка очень много зависит от корма, от своевременной замены субстрата. Не передерживал. Я четко шел месяц, месяц. Вот. Ноябрь. Рассадил я его в январе. В начале января первый раз. Рассадил. Примерно по 500-600 штук, по 78 грамм. Совсем малепусиков. Если была плотность больше, мы такого бы не увидели. Вот все, что хотел сказать, сказал. Всем любви, счастья, здоровья, удачи и терпения в нашем нелегком деле. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.